Этот ринг, установленный в Омском велотреке, на три дня превратился в главную соревновательную площадку для сильнейших боксеров Сибири и ближнего зарубежья. Четвертый международный турнир по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко собрал спортсменов из Армении, Афганистана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана и России. Стараемся, конечно, держать марку. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше участников и география стран была шире и больше приезжала. В этом году у нас такой азиатский уклон получился. Соревнования много, в основном, все страны из Азии. Что мне особо нравится, что, наверное, из всех четырех турниров, которые проходили, именно по качественному составу этот турнир самый сильный. За четыре года, за эти очень много мастеров спорта, есть ребята мастера спорта международного класса. И тем, наверное, достойнее и приятнее побеждать и выигрывать, занимать первое место спортсменам. Для боксеров участвовать в этом турнире престиж. Соревнования включены в календарные планы Европейской конфедерации бокса. Состязание – один из основных этапов подготовки молодежной сборной России. В этом году география турнира изменилась. В ринг выйдут боксеры азиатского региона. Причем Китай, Монголия и Афганистан выступают впервые. География турнира расширяется, это факт. И уровень спортсменов, которые в нем участвуют, тоже повышается. Достаточно сказать, что в составе сборной команды Китайской Народной Республики есть спортсмен, который принимал участие на двух олимпийских играх в Лондоне и в Пекине. Я думаю, что уровень таких боксеров говорит сам за себя. Ну и представительство Афганистана, страны, которая впервые на этом турнире, тоже, я думаю, говорит о расширении интереса к этому турниру. Я думаю, что турнир таким образом набирает силу. И сегодня губернатор Ромской области решил прямо в ходе открытия соревнований учредить приз губернатора за волю к победе. Поэтому я думаю, что у бойцов есть стимул завоевать такой приз. В десяти весовых категориях от веса пера до супертяжей определяют победителей по олимпийской системе с выбыванием после поражения. В этом финале сошлись гости турнира. На кону золотая медаль и звание чемпиона. Поединок не из легких, несмотря на то, что в ринге спортсмены самого легкого веса. Боксер из Казахстана, он в красной форме на турнире не в первый раз, но победителем из ринга вышел в этом году впервые. На этом турнире я в первый раз. Меня поразило, как здесь встретили много участников именно из-за границы. Хорошие боксеры. Сами видите, все на высочайшем уровне проходит. За спаррингами боксеров в этом году наблюдают, разумеется, сам Алексей Тищенко и его гость, звезда бокса, знаменитый тяжеловес, русский витязь Александр Поветкин. В один год с ним Тищенко выигрывал золото дебют на Олимпиаде в Афинах. И вот советы Поветкина всем участникам турнира. Самое главное никогда не сдаваться. Потому что юноши, молодежь это одно. А когда входишь в взрослый боксер, там ребята уже, которые такие обматерели, сильные, здоровые, которые бьют жестче. Здесь надо тоже много тренера зависеть, чтобы он не подставлял сразу под сильных ребят, чтобы охоту не отбили. Медали четвертого международного турнира Алексея Тищенко разыграны, и он уже в истории. А гости сошлись во мнении, что эти международные состязания можно считать визитной карточкой Омской области.